Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Меримас Аналым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Национального центра по предупреждению пыток, именно такие методы чаще стали использовать сотрудники правоохранительных органов, чтобы выбить признательные показания. Также допросы сопровождаются избиениями дубинкой, пластиковой бутылкой, наполненной водой и другими различными предметами. Применяют и электрошокер. Пытает даже вплоть до переломов в конечности. Недавно это в Таласе было. За то, что он обратился к нам и в органы прокуратуры по поводу применения к нему пыток, несмотря на то, что уголовное дело возбуждено в отношении этих сотрудников, нет, они повторно его избили и сломали ногу. Также в одном из учреждений ГСИН тоже человек пожаловался к нам, что работники этого учреждения применили пытки. А после того, как нам эту информацию дали, мы предприняли определенные действия. Он был наказан за это, за то, что обратился к нам. То есть опять же со стороны администрации учреждения. Сейчас я вам называть ни фамилии, ни какая-то администрация учреждения не могу, потому что есть презумпция невиновности, там вопросы следствия еще не завершены. Рассказывает директор национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов. Не исключены случаи, когда попытки сотрудников правоохранительных органов выбить наказание с применением пытки стоят жизни задержанного или же подозреваемого. Так, в 2011 году в стенах ГКНБ скончался майор таможенной службы, 43-летний Фирус Физеев. Как стало известно, его пытали в течение 7 часов. В конце июля будет 5 лет, как этот человек скончался, это доказано, попыткам было возбуждено уголовное дело. Но судебный процесс шел очень долго, и в результате тех людей, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, суд оправдан. Других по сегодняшней мере не находили. Был такой громкий случай, когда сотрудники Базар-Курганского робота тоже пытали гражданина России, петельского узбека Хамурзаева Усманзяна, и он тоже в результате пытки скончался, но никого не привезли к ответственности. Рассказала правозащитница Азиза Абдрасулова. Применение пыток остается нормой для сотрудников правоохранительных органов, отмечает юрист Карат Усманалиев. По его словам, основными факторами, способствующими практике применения пыток, остаются непрофессионализм и некомпетентность сотрудников и их слабый потенциал при выявлении и раскрытии преступлений. Если бы данные сотрудники оперировали знаниями и опытом, которые способствовали раскрутить дело и нахождение преступника, размахиванию кулаками не было бы места. Сама борьба с преступностью, она проходит в условиях такого некого сопротивления. Тут, естественно, очень сложно перейти какие-то, быть абсолютно в рамках закона и при этом, значит, раскрывать преступления. Это могут только, ну, просто высокопрофессиональные следователи, там, оперативники, да. Когда гораздо проще взять, одеть противогаз, если противогаза нет, то полиэтиленовый мешок, значит, и получить нужные признания. Либо времени нет, либо тямы нет, то есть, как это нужно раскрывать. Они не знают, что есть возможности уголовно-процессуального кодекса, есть возможности закона об оперативно-расследовательной деятельности. Да, можно, пользуясь этими возможностями, добывать доказательства, которые подтверждают вину задержанного, да, обвиняемого. Вот, ну, у нас очень много просто людей, которые этого и не знают, и не хотят этим пользоваться, гораздо проще взять, применить насилие, да. Отмечает юрист. Однако, по официальным данным Генеральной прокуратуры, уровень количества пыток снижается. Только в прошлом году было зафиксировано 199 фактов. Это на 10% меньше, чем предыдущие годы. При этом пострадавшие больше начали обращаться в Центр по предотвращению пыток. Отметим, он начал работу всего два года назад. Мы тоже наблюдаем. Может, небольшую, но есть тенденция снижения количества пыток. В Центр по предупрежению пыток, вот именно число обращений, увеличилось с 70 до 162 по сравнению с прошлым годом. Но это не означает, что такой резкий скачок случился в количестве пыток. Это означает то, что население, общественность узнает о нас. Подают, обращаются с жалобами люди, осужденные, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях по 10 лет, по 15 лет. Есть обращающиеся, которые осуждены на пожизненное лишение свободы. Говорит директор Центра Нурдин Сулайманов. Однако, зачастую сотрудники, которые применяют пытки, в процессе допроса остаются безнаказанными. Так, по данным директора Национального центра по предупреждению пыток Нурдина Сулайманова, за 13 лет был зафиксирован только один обвинительный приговор по отношению людей, применивших пытки. Это статья 305, прим. 1 Уголовного кодуса Крыльевской Республики. Это лишение свободы сейчас, по-моему, до 13 лет, по-моему, уже. Это в зависимости, если он неоднократно это совершал, то есть ранее привлекался к уголовной ответственности именно попыткам. Если это там, ну, проще говоря, при отягчающих обстоятельствах, если это было сделано, то есть, опять же, группа и лиц, возможно, то достаточно тяжелое наказание. В 2003 году эту статью ввели в Уголовный кодекс. Получается, за 13 лет только один обвинительный приговор был в отношении пытателя. Это в 2014 году, в позапрошлом году, в 2014 году, если не ошибаюсь, к концу года, наверное, это Нокенский район. Говорит он, то, что людям, применившие пытки, удается избежать наказания, эксперты связывают с несовершенством судебной системы. При этом в Генеральной прокуратуре отмечают, что с момента создания в главном надзорном органе страны специального отдела количество возбужденных уголовных дел по факту пыток увеличилось в два раза. Органами прокуратуры в 2015 году возбуждено было 34 уголовных дел по фактам пыток. Это без учета уголовных дел, возбужденных по фактам жестокого обращения. Я имею в виду только факты по пыткам. Так, сравнительно в 2014 году всего было возбуждено 16 уголовных дел. Разница составляет 18 уголовных дел. То есть в 2015 году было больше возбуждено на 18 уголовных дел или на 118% больше. То есть это свидетельство о возросшей эффективности прокурорского надзора. Из этих уголовных дел в суд направлено 13 уголовных дел. Это в 2015 году. А в 2014 году было направлено всего 7 уголовных дел. Разница существенная, видите. Опять же, это тоже эффекты прокурорского реагирования. Вообще, в целом, за все годы органами прокуратуры окончено множество уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 108 сотрудников Министерства внутренних уголовных дел, которым предъявлено обвинение и уголовные дела направлены в порядке, согласно Уголовно-процессуального кодекса, на рассмотрение судов. Данные уголовные дела в настоящее время находятся на стадии рассмотрения. Любое вмешательство в суды, деятельность судов с законом запрещена. Говорит начальник отдела внутренних расследований генеральной прокуратуры Бахтыбек Кедренов. Сегодня со стороны Центра по предотвращению пыток предложено создать штатную единицу при областных прокуратурах, которая будет в прямом подчинении у генеральной прокуратуры. Также эксперты отмечают необходимость по всем фактам применения пыток проводить тщательные расследования. У нас делается так, что человек заявляет, прокуратура в начале якобы проводит расследование, потом только возбуждает уголовное дело. А обычно, когда заявляется о фактах преступления, необходимо по другим преступлениям, сразу возбуждается уголовное дело, потом в рамках расследования или предъявляется овинении, или прекращается уголовное дело. По фактам пыток, наоборот, в начале якобы расследование проводят, а вот это 10-дневный или 20-дневный срок на расследование. Это как раз на руки тем должностным лицам, которые применяют пытки. Они или давление делают, или давят, чтобы они отказались. Отмечает правозащитница Азиза Абдрасулова. Чтобы уменьшить число скрываемых избиений в местах лишения свободы специальные органы. По противодействию и предотвращению практики применение пыток должны усилить работу, так как предпринимаемых мер сегодня недостаточно. Они не используют свои права на должном уровне. Также и руководству правоохранительных органов следует почистить свои ряды, говорят эксперты. Пытками занимаются люди, у которых есть деформации сознания. То есть люди, которые злоупотребляют свою власть, чувствуют безнаказанность. Вот таких надо выявлять. Людей скромных к агрессии. Потому что они же работают все-таки с людьми, хоть это, может быть, и преступники. Во-вторых, надо проводить такую широкую просветическую работу, имеется в виду среди населения. Потому что многие просто не знают, что вообще есть уголовная ответственность за пытки. 305-я, по-моему, прим-2. Есть ответственность за фальсификацию, доказательство. Люди не знают зачастую своих прав, не умеют их отстаивать. Некоторые даже не знают, что им там положено адвоката, допустим. Отмечает юрист Карат Осмоналиев. В целях предотвращения пыток депутат Аламбет Шакмаматов, ранее занимающий должность министра юстиции, предлагает использовать новые технологии, которые успешно работают в развитых странах. В частности, допрос должен проводиться исключительно в кабинетах, которые оснащены видеокамерой, и в присутствии адвокатов. В развитых странах, чтобы предотвратить пытки, есть норма, согласно которой допрос проводится в специальных кабинетах, которые оснащены камерами, и в присутствии адвокатов. Даже через интернет можно следить за процессом. Тогда никто не может пытать, и никто не будет подвергаться пыткам. Это, думаю, больших средств не потребует. Заключил нардеп. При этом правозащитники призывают граждан быть юридически подкованным, знать свои права. А сотрудников правоохранительных органов быть достойными носить форму блюстителей порядка. Ведь они должны действительно обеспечивать безопасность граждан и соблюдение закона. От уровня профессионализма сотрудников правопорядка зависит уровень качества исполнения закона, который должен быть для всех един. Айтану Хмурдинову специально для ИВПР. Уважаемые радиослушатели, теперь свои истории, комментарии и отзывы вы можете оставлять на наш номер в WhatsApp 0550-31397. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.